И начну с ухода, наверное. Покажу вот такой вот мужской шампунь. Это шампунь от Невеи. Да, вверх ногами вам показываю его. И это мужской шампунь. Написано экстремальная свежесть с ментолом, охлаждающий эффект для нормальных и склонных к жирности волос. Я не могу сказать, что у моего молодого человека именно такой тип кожи. У него, наверное, просто нормальная кожа головы. И за счет вот этих вот всех охлаждающих эффектов, потому что у него, в принципе, прозрачная такая текстура, мне кажется, она не подходит вообще, в принципе, для кожи головы. Может, кому-то и подходит, у кого очень жирная кожа головы. Но для нормальной кожи, мне кажется, это вообще перебор. Потому что даже для моей склонной к жирности кожи головы, такие вот текстуры и вот эффекты освежающие, ментоловые, мне не подходят. Потому что у меня вызывают такие шампуни перхоть. Соответственно, этот шампунь тоже не остался в стороне. Он у моего молодого человека вызвал перхоть. Но уже, конечно, благо под конец бутылька он сказал, допользуется, конечно, и купит что-нибудь другое. Не знаю, почему мужчины покупают именно такие вот шампуни. Он покупают уже не первый раз, не именно такой, а именно с таким эффектом, с ментолом. Мне, допустим, просто не нравится такой эффект. Запахи, конечно, у таких шампуней неплохие бывают. Но вот сам эффект, заведомо я уже знаю, что он вызывает перхоть. И я не приобретаю ни для себя, ни для молодого человека именно такие шампуни. Но вот этот он покупал сам. И мы видим, в принципе, к чему это привело. Закончился лактоцит. Буду покупать новый, однозначно. Мне он очень нравится. Лучше, чем всякие Avon, Ariflame. Еще у меня закончилось средство для умывания. Фотографию выкладывала и в Instagram, и в группе ВКонтакте. О приобретении этого средства. В принципе, честно вам скажу, тоже достойная вещь. Мне она очень нравилась. Не экономично, конечно. Это мусс для умывания от Невея, для сухой кожи. Я им пользовалась всю зиму. И пропользовалась всю зиму. В принципе, вот месяц мне, наверное, полтора не хватило только. И я им была очень довольна. Но не купила второй раз. Скажу из-за чего. Из-за того, что не экономично. Очень быстро закончился. Потому что я им пользовалась не прям вот каждый день. И все равно он у меня быстро закончился, этот мусс. Здесь, конечно, удобная такая вот помпа. Все, я думаю, знают об этом. Но все равно не экономично. И запах был очень приятный. Текстура такая полупрозрачная была. Водичка такая. Ну, при выдавливании пенка. И очень, не знаю, хорошо и макияж снимала. Чтобы смыть макияж, приходилось умываться два раза этой пенкой. Но все равно она мне нравилась. Не знаю. Я ею была очень довольна. Могу, в принципе, посоветовать. У кого такая вот чувствительная кожа. И еще после его умывания, конечно, на лице такое вот удовлетворение. Кожа увлажненная. Какое-то время. Даже долгое время остается увлажненная. В общем, я была в восторге от этого средства. Но, еще раз повторюсь, не купила из-за того, что не экономично использовалась. Еще покажу вам вот такое вот средство. Это дездорант от Горенье. У меня было таких два, по-моему, или три. Я уже не помню. Этот у меня, получается, нежность хлопка. Он, по-моему, не имел запаха. Либо запах очень легкий. Был такой совсем неощутимый. Может, кто не знает. Покажу просто. Вот такой вот у него, в принципе, носик. Отверстие, из которого вы выдавливаете сам дездорант. Мне, в принципе, нравилось. Было удобно его использовать. Свойства его тоже неплохие. Но, честно вам скажу, я согласна с Ирэн-Влади. Все вот эти средства вызывают раковые заболевания у женщин. Именно груди. Подмышечные раковые опухоли бывают. Конечно, да, может для кого-то страсти. Может быть, это, в принципе, еще и не доказано. Неважно. Просто я последнее время ощущаю, что вот эти средства не очень-то и работают на мне. Что-то в моем организме, наверное, не так. Но я не хочу больше пользоваться даже такими средствами. Я его допользовала так еле-еле. Очень редко им пользовалась. В основном я теперь не пользуюсь ничем. Еще подходят к концу две зубные пасты. Это от Colgate. Я обожаю вот эту вот пасту Splat. Говорила уже много раз о ней. Нам, в принципе, с парнем она нравится. Парень еще Лакалут иногда покупает себе. Но в любом случае мы часто пользуемся вот этой пастой. Только от нее я чувствую вот именно, что моя полость рта чистая. Вот с этой зубной пастой я не могу сказать, что у меня было такое ощущение. Да, ощущение вот именно, когда ты только почистил, ощущение чистоты. Но к вечеру, я не знаю, если ты утром почистил, к вечеру уже зубы опять чувствуются грязными. В общем, не знаю, как-то не очень мне нравится. Но приобретали вот, когда при переезде, мы приобретали вот эту пасту. И она очень экономична в использовании. Нам ее хватило надолго. Вот эти остатки уже допользую. И больше мы, конечно, брать ее не будем. Лучше, конечно, вот Splat тоже 100 мл. Лучше, конечно, взять Splat, чем Colgate. Еще у меня закончился вот такой крем. Это крем от чистой линии. Крем уход для рук. Покупала его, по-моему, в Ашане. Мне нравился. Он идет с ромашкой, нежное питание. Я всю зиму практически, не считая Organic Shop моего любимого крема, я пропользовалась почти всю зиму этим кремом. Не знаю, мне очень нравился. Я им была довольна. И еще у меня подходит к концу. Уже осталось на пару раз у меня скраб от чистой линии. Это мягкий скраб с малиной и брусникой. Я думаю, все знают этот скраб. Мне он очень подходит на зиму. Я им очень довольна. И вот пропользовалась также всю зиму. Еще закончилось у меня масло. Масло от пшеничных зародышей. Оно не совсем у меня закончилось. Стоит просто в другом бутыльке у меня в ванной. Такой бутылек с дозатором. Так просто удобнее его выдавливать на руку. Здесь просто такой носик, вот как в обычном масле. Поэтому не очень удобно на ладошку это все. Потом закручивать надо. А у тебя здесь масло, оно все льется. Очень неудобно. В принципе, оно у меня заканчивается. Поэтому я и показываю вам этот бутылек. Бутылек здесь было, если я не ошибаюсь, 50 миллилитров. Хватало мне его очень надолго. Практически на полтора года, если я не ошибаюсь. Не хватило этого бутылька. Я и под глаза его использовала. И вот сейчас использую на ночное лицо. Просто супер. Я его обожаю. Не знаю, куплю еще однозначно. И еще один любимчик у меня закончился. Это масло кокосовое. Покупала еще у нас в Украине. Вот такая вот, по-моему, здесь 15 миллилитров баночка. Я пользовалась им также на лицо. Добавляла сюда масло карите, масло ши. Кто знает, растапливала это все. Перемешивала. И вот у меня в бутыльке, вот в этой баночке, стояло оно в банной. Я его использовала также на ночь. И лифтинг эффект тебе, и увлажнение, и питание кожи. Просто супер. Кто любит такие вот масляные текстуры на ночь, могу посоветовать вот такой уход. И как самостоятельный продукт можно использовать под глаза. Просто супер. Не знаю, мне очень нравилось. Не знаю, буду покупать еще вот масло кокосовое. Наверное, буду. Но не знаю, здесь в России, где его купить. И чтобы немного было. Небольшой миллилитраж. Кто может знает, кто живет в Воронеже, подскажите. Я, конечно, буду только за. И еще у меня закончился бальзам от Невея. Люблю этот бальзам. Pure and Nature. Молоко и мед. Обожаю его. За его запах, за его свойства. Всю зиму им отпользовалась. И не только зиму, и осень им пользовалась. В общем, надолго его хватает. Я в восторге от него. Здесь почти 5 миллилитров. Нет, миллилитров здесь 5,5. А грамм 4,8. В общем, довольна им. Буду покупать еще. И еще у меня закончился один бальзам. Это как бы вообще лебатер. Масло для губ. Заказывала его еще через интернет-магазин. У нас на Украине как-то была. Это масло именно у меня с карамелью. Очень его любила. Пользовалась им, не знаю, тоже года полтора, наверное. Вот вымазала просто все до конца. Очень приятный запах. Обожала его. Но изначально, как я уже говорила в своем видео, когда вот заказ показывала, изначально запах, конечно, мне показался каких-то грязных носков, подняков. Но потом, когда верхний слой уже смазываешь, как-то запах немножко меняется. Он становится такой намного мягче, приятней. В общем, хватает очень надолго, очень экономично расходуется, очень хорошо увлажняет губы. Питает их. Я пользовалась как и днем, так и на ночь. Чаще я на ночь, конечно, пользовалась. Днем, потому что не очень удобно руками лазить. Хотя я и днем так делала. Вот такие вот си от Джорджио Армани. В общем, я ими пользовалась иногда даже осенью. Они такие немножко, конечно, тяжеловаты. Специфический запах. И я не знаю, как описать его. Он такой вот именно поистине пряный, такой зимний, какой-то вот новогодний. Действительно ассоциируется вот именно этот запах у меня с Новым годом. И еще у меня закончился вот такой вот парфюм. Парфюм это Кэжуал от Оксана Робски. Я как-то его понюхала. И знаете, что я в шоке была. Мне сразу напомнило очень императрицу. Не знаю, меня вот именно этот запах подкупило. Мне нравится очень именно запах императрицы. И я его именно не приобрела, потому что у нас на работе у всех есть императрица. Все пахнут этим запахом. Этот, конечно, немножко отличается. Он довольно-таки стойкий. И у него есть некая вот нота, которая отличает его от императрицы. Но все, когда слышат его на тебе, сомневаются, императрица ли это. Ну, на самом деле, вот это мне и понравилось. Что он немножко отличается, но запах похож. Поднадоел немного. Никогда не думала, что вот именно сладкие запахи, такие вот свежесладкие, будут мне надоедать. В принципе, вот эту кучку я вам все и хотела показать. Много всего, как вы заметили, из того, что я показала, мне нравится. Вот зачастую, в принципе, я и хочу показывать именно только то, что мне нравятся. Какие-то продукты, которые меня не очень впечатляют. Я не хочу даже о них говорить и хранить их в ней пустые баночки. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание и пока-пока.